Развивается как для туризма, так и для комфортной жизни. В деревне Русскинская Сургутского района продолжается строительство социально важных объектов. Многоквартирный дом, спорткомплекс, медицинское учреждение и не только. Степень готовности каждого лично оценил глава муниципалитета. Делегация мэрии во главе с Андреем Трубецким побывала в деревне, а также попробовала новые блюда из школьного меню в Русскинской, которые готовят и щуки, и оленины. Карина Алексанян узнала, когда в эксплуатацию здесь ведут Событийную площадь, и попробовала обновленную уху. Место притяжения не только жителей Русскинской, но и гостей деревни. Событийная площадь станет продолжением арт-парка «Этноград» и сможет принимать отдыхающих, например, на дне оленевода. Рабочие пока опережают сроки строительства, объект уже наполовину возведен. Остается благоустроить основание территории плиткой, смонтировать освещение, установить ограждения и малые архитектурные формы. По контракту у подрядчика на это есть время до августа следующего года. Впрочем, если погода позволит, строители намерены управиться до конца 2022-го. Ход работы в Русскинской оценил лично глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Мы говорили, что там печал сделать, островок какой-то. Александр читал проект, проект заказательный. Зато прокуроризм проекта. В ноябре месяце мы ожидаем проект, получить этого как раз Этнодеревня. С продолжением здесь, надо сделать. Причем, чтобы лодку сел и попросил на Этнодеревне. Еще одним продолжением арт-парка планируется станет Этнодеревня. Куда по проекту, который, к слову, еще разрабатывается, можно будет попасть по реке на лодке. Как логическое продолжение арт-парка планируется Этнодеревня. Проект еще мы не видели, как эти задания написали. Это будут домики определенные, в стиле Этнод, с Хахантом Майс связанный. В таком стиле тоже планируется, что работы начнутся в следующем году. Порядка бюджет 51 миллиона. Помимо активного развития деревни в направлении туризма и отдыха, идут работы по благоустройству для местных жителей. В рамках подготовки к осенне-зимнему отопительному сезону отремонтировали котельную. После капремонта два котла из шести будут в резерве до момента ввода новостройки. Четырехэтажный многоквартирный дом уже готов. В дух подъездное здание власти муниципалитета смогут переселить семьи из аварийного жилого фонда, тех, кто стоит в списке очередности. Подрядчик заканчивает внутреннюю отделку помещений и оснащение придомовой территории. На днях строители будут готовы начать процедуры итоговой проверки многоквартирника и приемки объекта. Глава Сургутского района побывал и на других адресах в деревне, где идет или планируется возведение социально важных объектов. Амбулатория появится в этом году. Подрядчик завелил, здание уже стоит, оборудование тоже для амбулаторий закуплено. Был произведен капитальный ремонт двух котлов в этом году с замены. Это позволило отказаться от дополнительной котельной, то есть вывели ее из эксплуатации. Капитальный ремонт здания библиотеки, то есть обшили его, облагородили, замена окон, дверей, кровли. Ну, поселок развивается, поселок живет, развивается. Делегация во главе с руководителем муниципалитета осмотрела площадки для строительства крытого хоккейного корта и спорткомплекса. Последнее сооружение планируется появиться в деревне благодаря трехлетнему концессионному соглашению. Его заключение ожидается в декабре. Ввести здание для занятия спортом в эксплуатацию планируют уже через два года. А с сентября в школе в Рускинской внедрили в ученический рацион блюда из оленины и щуки. Это три интерната – Рускинская, Угут и Лямина. Так, мы закупили оленину и щуку. Из щуки мы будем готовить уху и готовить растягай. А из оленины готовят тефтели, гуляши. И вот сегодня ребята предложили еще отварную оленину. Начинаем практиковать. Это только для детей, которые проживают в интернате, которые здесь у нас находятся круглосуточно. Сейчас по отзывам детей, конечно, блюда им очень нравятся. И они уже предлагают какие-то свои. Свой суп, который обычно мама готовит. Меню согласовано с Роспотребнадзором. Утверждено. Запрос на новые позиции в меню был от родителей и самих ребят из числа коренных малочисленных народов Севера. Новинками угостили и Андрея Трубецкого. Вердикт главы Сургутского района – вкусно. Карина Александян, Денис Зонов, Сургут-24, Русскинская, Сургутский район.